Когда биткоин взлетел, я повел себя как баба. Будь у меня яйца, я бы все до цента в него вложил и пять лет смотрел, как курс идет вверх-вверх-вверх-вверх, и продал бы до того, как все на***то. И х*** я так не сделал-то. Вот ступка! Привет, дорогой зритель, меня зовут Богатейший Ди, надеюсь, твое настроение сегодня такое же хорошее, как и у меня. Ведь сегодня я расскажу тебе о двух криптовалютах, одной децентрализованной биржи и одной NFT-платформы, в которые платежный гигант Visa очень серьезно инвестировал, потому что верит в их светлое будущее. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что это не финансовый совет, это всего лишь навсего спекуляция на основе информации, которая доступна в интернете. Поехали! Начнем с блокчейна Ethereum, а конкретнее, с одной криптоотрасли, на нем построенной. Это, конечно же, NFT. Несколько дней назад я уже рассказывал тебе об этой суперпозитивной новости для Ethereum, так как Visa объявила о своем участии в NFT, а конкретно о покупке NFT CryptoPunk номер 7610. Но они объявили не только о покупке NFT, они объявили о своей поддержке создателей, коллекционеров и артистов, которые продвигают будущее NFT-коммерции. На своей страничке в Твиттере они написали «Заинтересован в NFT и в том, как интегрировать их в стратегию своего бренда? Ознакомьтесь с нашей последней стратегией оценки масштабирования криптоискусства». Кроме этого, Visa запустила целый блог про NFT, который называется «NFT знаменует собой новую главу для цифровой коммерции». В этом блоге мы можем найти абзац, посвященный вопросу, как мы, Visa, можем сыграть в этом роль. Кей Шеффилд, отвечающий за вопросы крипторазвития Visa, сказал «В ближайшем будущем мы хотим помочь брендам и предприятиям лучше понять NFT и то, как их можно использовать для взаимодействия с клиентами и фанатами. С этой целью мы опубликовали документ, который освещает понятие NFT, а также дает практическое руководство по работе с NFT возможностями, которые открывают NFT». Собственно говоря, вот этот документ от Visa, который посвящен NFT возможностям, которые открываются с помощью NFT. Он достаточно объемный и масштабный, поэтому я оставлю его в Телеграме, если хочешь, можешь перейти, скачать и ознакомиться. Также в блоге Visa написала «Забегая вперед, мы работаем над некоторыми новыми концептами и партнерствами, которые поддержат покупателей, продавцов и создателей NFT. Мы с нетерпением ожидаем возможности поделиться ими с вами в ближайшие месяцы». Выходит, Visa прямо сейчас работает над некими концептами и ищет новых партнеров для этого в секторе NFT. И они объявят детали об этом в ближайшие месяцы. Интересно, не так ли? Что же это за партнеры такие? На сайте Visa я нашел интересную статью, в которой рассказывается о том, что Visa станет первой крупной платежной сетью, которая начнет поддерживать транзакции в стейблкоине USDC от Coinbase. Мы находим следующий абзац. Visa сегодня объявила о первом крупнейшем в истории индустрии переходе между мирами цифровых и традиционных валют, использующем USDC Coin, стабильной криптомонеты, обеспеченной долларом США. Транзакции будут проводиться через платежную сеть Visa с помощью блокчейна Эфириума. Visa уже тестирует этот переход с криптовалютной биржей Crypto.com и к концу года планирует предложить возможность расчета в USDC своим партнерам. Итак, похоже, что Visa создает некое подобие мостового актива между обычным долларом США и цифровыми валютами. И делает это с помощью USDC. Как мы помним, USDC это стейблкоин от Coinbase. Выходит, что Visa и Coinbase строят мост между традиционными фиатными валютами и цифровыми криптовалютными валютами. Но как это связано с NFT? А так, что именно благодаря Coinbase торговая площадка NFT Rarible привлекла почти 2 миллиона долларов инвестиций от Coinbase Ventures. Кстати говоря, мы уже не первый раз слышим о таком криптопроекте, как Rarible. Ведь именно о нем мы говорили 26 июля 2021 года в видео «Богатейшие семьи планеты тайно инвестируют в эти две криптовалюты» на моем канале. Кстати говоря, с тех пор эта монетка выросла в три раза. Как мы видим, и платежный гигант Visa тоже инвестирует в Rarible с помощью своего партнера Coinbase Ventures. Кстати, ссылку на это видео оставлю в описании, если не видел, обязательно его посмотри. Инвестициям Visa в NFT-площадку Rarible есть еще несколько косвенных доказательств. Так, например, Кей Шеффилд, глава криптоотделения Visa, назвал NFT фантастическим прорывом. А Rush Parikh, если я правильно прочел его имя, который отвечает за криптопродукты Visa, написал следующий пост. Компании, которые будут предоставлять инфраструктуру для создания NFT таким брендам, как Disney, заработают много денег. В качестве инфраструктурного примера он называет NFTKit. И всего лишь три лайка. Такая важная информация и всего лишь три лайка на пост. Если мы зайдем на сайт NFTKit и пролистаем до дела с партнерами, то найдем здесь Rarible. Вот, это Rarible. Чтобы ты не сомневался, Rarible это партнер NFTKit. Кроме этого, если зайти в официальный твиттер NFTKit и выбрать любой их NFT продукт, то мы можем найти его и на платформе Rarible. Похоже, через Coinbase Ventures Visa нашла себе NFT партнера в лице Rarible, в который инвестировала часть из этих 1,75 миллиона долларов. Есть еще кое-что интересное. 30 июня 2021 года Visa опубликовала отчет о прибылях и убытках Visa за третий квартал этого года. В этом отчете мы находим упоминание о том, что Visa подписала партнерство с криптовалютной биржей FTX. Ты знаешь создателя криптовалютной биржи FTX? Это, конечно же, Сэм Бэнкман Фрид. Именно этот человек и создал криптовалютную биржу FTX. Что в нем такого интересного? Дело в том, что он является известным сторонником экосистем Соланы и Сирум. Его выступление даже можно встретить на официальных YouTube каналах проектов. Так, на канале проекта Сирум мы можем найти вот это видео, в котором он рассказывает о том, что Сирум это децентрализованная финансовая система будущего, построенная на блокчейне. Ну а на официальном YouTube канале Соланы мы можем увидеть целое интервью с ним. И даже если мы зайдем на официальный сайт проекта Сирума и пролистаем вниз до его партнеров, то здесь мы увидим Солану. Именно на блокчейне Соланы и построен Сирум, который является децентрализованной биржей. Ну а создателем Сирума является никто иной, как Сэм Бэнкман Фрид. Удивительные связи, не так ли? Итак, Виза сообщает о партнерстве с криптовалютной биржей FTX, а директор криптоотделения Визы делает репост этого сообщения и даже в интервью говорит о Солане. Интересно, кто еще из директоров Визы говорит о Солане? Ну конечно же, директор по криптопродуктам Рашпарих. 16 августа он написал следующий твит. А NFT оказались отличным толчком для таких блокчейнов, как Солана, который благодаря NFT буму привлекает новых пользователей в свою экосистему. Пост, казалось бы, чрезвычайно важен, если ты хочешь понимать, в какую сторону двигаются платежные гиганты и монстры электронной коммерции, но при этом набрал всего лишь 5 лайков. Надеюсь, я исправлю эту ситуацию и мы наберем здесь хотя бы 8000 лайков, поэтому не забудь поставить лайк. Итак, что мы имеем? FTX партнер Визы, об этом говорит Кей, директор криптовалютного отделения Визы, а про Солану говорит директор криптопродуктов Визы. Именно поэтому я бы продолжил следить за такими проектами, как Рэрибол, Солана, Нефтикит и, конечно же, децентрализованная биржа Сирум. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Для меня это большая мотивация, а для тебя всего лишь один клик мышкой. Также подписывайся на канал, здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. Подписывайся на телеграм, ссылка на который в описании. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. До скорого. Ну тут до меня доперло. У меня же, блядь, 36 фирм. Если всех перевести в криптовалюты, это же 36 попыток. Я так и сделал. 36 ICO? Ага. Сработало? Клуб трех запятых научил меня одной важной вещи. Не все решают деньги. Иногда мудрость сложнее. Остался без миллиарда. Почти. Блядь. Зато приобрел два миллиарда мудрости. Все просрал, значит? Ха-ха-ха, Ричард, если бы я не любил этого чувака, я бы выпил ему зубы. Нет-нет, не все. Одну контору закрыла налоговая. С еще парой нас кинули, но кое-что выгорело. Одна выгорела. Одна? Из 36? Да. И вот что, все криптомонеты с удачного ICO лежали у меня на флешке. И моя дура уборщица выкинула мои рваные джинсы, хотя рваные стоили дороже, а флешка была в кармане. Где-то здесь лежат 300 миллионов долларов в криптовалюте. Но мои ребята их найдут? Да, если хотят, чтобы им заплатили. А когда найдут, я возмещу все свои потери. За две недели она взлетела на 3000%. Такими темпами через 3-4 месяца я окажусь в клубе четырех запятых. Это будет триллион, Ричард. Мистер Харриман! Черт, неужто нашли? Ха-ха! Хосе, да! Нет. Я сказал размером с большой палец. Флешка, это большой палец. Человеческий б... Брось, откуда взял? И опять же, Ричард, математика непоколебима. Ричард, математика непоколебима.